Великой Отечественной Невидимое сражение за жизнь. Но именно тогда педагог Шмелев организовал хор «Победа». И вместе с ним в госпитальных концертах принимали участие все, от мала до велика. Я всегда в самодеятельности участвовала и пела частушки. Частушки пели? Да. А помнишь, помнишь, хор частушки? Все помню. Офицер полюбила, а майор мне говорит, У меня ремень пошире, можно тапочки пошире. Сколько лесов не ходила, крепче дуба не нашла. Сколько мальчиков любила, лучше же они не нашла. Не нашла. Носилки тяжело больные мы вытаскивали из этой машины, поднимали на ТЖС. Ну, немножко пришлось, немножко пришлось. А вот скажите, правда ли говорят, что песни играли особую роль в выздоравливании бойцов? Вы знаете, песни были на каждом углу. Там группа поет одну песню. На улице прямо перед сеансом кино. Кино, если на улице, вот у нас был кинотеатр на улице летом. В одну углу одну песню поют украинцы, там в другом углу другие песни звучали. Это отлично помнит и старейший работник музея истории города-курорта Сочи Тамара Ивановна Трошина. Хотя и была она тогда совсем маленькой. В госпитале работала мама и приходила туда Тома часто со своей старшей сестрой. Что-то хотелось сделать хорошее, доброе людям. Нарвали цветы и лютики, и мы горошек называли, много ромашки были. Ну вы что, и приносили их в палаты к раненым? Приносили их в палаты к раненым. Конечно, приятно было, особенно те, которые уже поправлялись. Они, конечно, даже приятно. И заходишь, они улыбаются. А стихи и песни раненым-то пели? Ну, больше не я, а вот у меня сестра, вообще они с девочками пели песни. А какие песни-то пели? Ну, пели тогда какие-то военные, какие-то пионерские. А вспомнили какую-нибудь? На позиции девушка провожала бойцам. Темной ночкой простилась на ступеньках крыльца. Но не только самодеятельные артисты радовали концертами раненых бойцов. В городе госпитале Сочи побывали практически все самые известные и любимые исполнители тех лет. Такие, как Ирина Зеленая, Леонид Утесов, Любовь Орлова. В числе зрителей тогда была и юная Оля, Ольга Владимировна Ершова. Ее мама тоже работала медсестрой в госпитале. Уходить женщинам, медсестрам, санитаркам, врачам с территории госпиталя нельзя было. Казарменное положение. Поэтому детей, дети всех сотрудников приходили на работу к маме. Я помню, даже были Шульженко, Шульженко, Шульженко. Пошел разговор и быстро в столовые, где кормили раненых, ходящих, быстро сбивали, составляли столы в виде сцены. Остальное все располагали, уже занимали раненые или сотрудники. И концерты проходили просто в госпиталях, в любом каком-то помещении. Не в определенных залах, а где в каждом корпусе где-то сооружали такое место, где можно было. На носилках подносили лежачих, если можно было. А перед концертами часто демонстрировались кинофильмы и боевые киносборники, такие как этот. На наш народ трудовой и веселый, на поло черных злодеев ордах. И стали грузью деревни веселых, и поднились большие города. Готовься к бою и пахарь, и воин, бери винтовку умелой рукой. Лишь тот отчизны советской достоин, кто за отчизну дерется как герой. Однажды в Сочи на госпитальной койке оказался руководитель Ленинградского театра эстрады и миниатюр Аркадий Райкин. Но не пуля врага была тому причиной. Непомерная усталость. Ведь приходилось давать по несколько концертов в день. На передовой и в госпиталях. Но через две недели постельного режима артист и вернулся в строй. Мы выступали в римском колизее. Так мы считали вот такую, что ли, воронку из-под снаряда, таким колизеем. Где на дне играли мы актеры, а сверху, по склонам этой воронки, сидели наши зрители. В зимний театр ходили, пешком ходили. Никакого транспорта не было. Отсюда до театра, наверное, километра восемь. Вот мы туда идем пешком. И не страшно было? Не-а. А чего бояться? Нечего было бояться. Войну в городе Сочи нечего было бояться? Нечего было бояться. Абсолютно нечего. Никаких преступлений не было таких. Вот вы представляете? Удивительно. Не было. Вообще, если бы стены театра могли говорить, они бы поведали немало интересного из жизни военного Сочи. Именно здесь, в 41-м, принималось решение о создании истребительного батальона и отрядов народного ополчения. Общегородские митинги в день объявления войны и День Победы состоялись тоже здесь. А в военные годы наш театр стал продолжением госпитальных сценических площадок и помогал большой армии сочинских медработников возвращать в строй защитников Родины улыбками, смехом, замечательными спектаклями ведущих театров Советского Союза. А когда в одном из госпиталей решили поставить пьесу собственного сочинения, на помощь тоже пришел зимний театр. И на импровизированную сцену прибыли артисты-профессионалы. Им и пришлось играть роли фашистов, чего ни выздоравливающие бойцы, ни медики, ни шефы делать категорически не хотели. А со своей главной ролью в жизненной драме, написанной войной, все они справились блестяще. Счастливого пути, дорогие товарищи! С новыми силами беспощадно уничтожайте фашистские полчища! Аминь! 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok